номер 546 события дня эпиграф деяния 18 но вы примете силу когда сойдет на воздух святой и далее говорится этот не вмещается в название что будете свидетелем по всему миру если этого нет не хоть тысячи помазаний буду делать маслом мазать миром ничего не будет вот у старообрядцев за 300 лет ни одного миссионера не было ни одного они вообще воюют против этого я лично там было разговаривал с людьми и библия библия кто считает с ума сходят сейчас они мягче стали немного а сами не перевели с одной и считать двумя нельзя не буквоедство и не тупость совершенное отвержение благодати божией данной духом святым силы никакой нету вся проповедь на одном ты еретик переходи к нам все перейдешь такой же будешь одинаково никуда нельзя то у нас потеряем кем и старообрядцы родные при том родные там сестра родная дети и храма ходить молимся вчера воскресенье нет а где дома дома гуляют там ездят все вместе собрались отмечать день рождения отца это можно можно а молиться вместе нельзя если креститься даже где придется только поврось даже не детство какое-то еще до уровня детства как можно сказать всеобщий аутизм молиться нельзя притом ты не согласен с текстом что-то слава отцу и сыну читаем нет очень наш согласен согласен что а батюшка сказал отучу от причастия то есть игра в причастие идет от причастие он отлучить не от христа а у него кроме причастия еще и нет и он еще не знает плечи что там и нет в каком беззаконе может быть живет и везде так и московской патриархат все вот это власть власть причастия юлия пишет игнатий тихонович примите наши поздравления удивительно что прошел уже год вот только поздравляли вас в прошлом году желаю вам конечно же здоровья доброго окружения еще долгие годы оставаться в строю иметь такую же высокую активность в очередь нам всем нужны храни вас господь на долгие лета в эти слова ручек материалы выставил здесь не его но он много находит я благодарен ему очередь зареза рекламированным чудом не христа им надо не святителя николая только чудо мощи святителя николая есть 25 местах москве мощи многих святых лежат в храмах десятилетиями и к ним подходят лишь немногие а тут привозят частицу мощей и создается реклама как невиданное здесь зрелище толпы бегут туда за чудом а рядом соседнем храме мощи этого святого лежат и никаких очередей в том числе и святителя николая чудотворца мощи как и к матронушке толпы стоят а тут же на территории монастыря кафе где торгуют мясной пищей великий пост и такая же толпа в очереди чудо им надо они покаяния не спасение не христа а санна вышних и тут же раз не распни его только желание видеть чудо по святым отцам это состояние прелести духовной на меня все прелесть гордыня прелесть а сами эту прелесть рассеяли миллионами экземпляров и как будто никто не видит ничего не знает ходила лбом стукнулась икону то приложиться не могут сначала приложится вроде поцел потом обязательно лбом надо стукнуть лежу президент подходит мощам тоже лбом стукнулся зачем что мозги на место вставить еще не понятно дальше пенсионерки выбили зубы в очереди к мощам николая чудотворца но и показано где-то взята очередь николая чудотворца это большое пришла в храм женщина просит икону святителя луки а их уже нет все раскупили раскупили после того как некий малахов сделал передачу по центральному телевидению про святителя луку и все буквально бросились в храм и покупать иконы окаписты спрашиваю ее вы в храм воскресенье ходите отвечает нет я говорю как вы будете ему молиться он в тридцатые годы во время лютых гонений на церковь принял священный сан а вы живете рядом с храмом уже двадцать с лишним лет нет открытые гонения на церковь и в храм не ходите как он услышит вашу молитву молчит купите говорю о житие постарайтесь подражать ему вере исповедничестве тогда и другом поможет не купила ну что тут деньги надо а так то бесплатно вот обращается спас никола чудотворец ни бог не христос никто никола но это явно дело что статворят идолов как при в этой премудрости соломона говорит и со временем утвержденный этот обычай был принят теперь уже как закон отец скорбя сына сделала изваяние очень подробно сейчас тоже самое видишь в москве святитель николай защищал веру от еретиков латиняне привезли мощи святителя николая католики с одной целью проповеди экуменизма толпу стоят в пяти минутах в даниловом монастыре мощи святого лежат и никаких очередей мощи многих святых лежат в храмах десятилетиями к ним подходят лишь немногие а тут привозят частичку мощей создается реклама как невиданное и зрелище толпу бегут туда за чудом вот так владимир оперман мир вам игнатий тихонов с днем рождения латвия значит много лета вам спаси христос за ваши труды сергей игнатов спаси христос никто не говорил спаси бог там спасибо спасибо да к богу говорят еще сектанты еретики спасибо богу ну как это не звучит ваш вопрос по скайпу наполовину услышал а когда включил микрофон то голос пропал с ревеккой по скайпу познакомились бог даст так уподоблюсь рабу авраама чтобы привести ревекку к дню крещения в потеряевку молю всевышнего а такой долгожданной поездки чтобы не было ко дню выезда нерешенных вопросов то есть уже проблема не говорит который еще есть это отпуск здоровья финансы слава иисусу христу я считаю что отпуск за можно переменить отпуск здоровья здоровья надо бога молить чуть-чуть не здоровья только смерть на фронт не пошел говорит уважительная причина только смерть финансы ну уж ехать из финансов мне за целый год это от нас зависит павел дорожкин там разные картинки поставил георгий победодос и пишет благоденствие мирное житие здравия и спасения и во всем благое поспешение подашь господи ныне те за именитому рабу твоему отцу и гнать ее и сохрани его на многое и благая лета вот что значит любовь павел дорожкин до 10 октября конечно не встретимся мне тут звонят по скайпу я не отвечаю могу ответить но сидеть это такие то и деньги прерываются нету внизу спрашиваю кто звонил кто никто не знает кто звонил там я говорю хотя бы ответили вот это тут я ищу и тут кто не было больше никто не ответил кто звонит то еще нету а то долго пеликола непонятное явление показать наши ресурсы очень сильные это наша моем мире мой мир вот здесь я в шапке 78 лет 78 удивительное дело 78 какие-то уведомления 5 кто тут павел дорожкин что-то написал события было удалено не знаю почему роман роликов обратил внимание на утренние молитвы лишь сколько их много дальше роман роликов тут я с митрополитом на берегу пруда митрополитом сергием иваником еще что на интервью игнати берет мазуров николай васильевич действительно хорошая хорошая роман хорошие выделяет и как она была права 1990 год но это о том перестройка там все меня это не касается и благодарение богу вот другой ресурс очень богатый это форум 1600 роликов вот он как выглядит очень прекрасно и ролик вообще сказал какие ролики тем темы разные вот и нас у нашу здесь ресурс православный видеоканал открытым оком просмотров 6 миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч и 7114 подписчиков маленько смотрят люди новые люди находятся но видно что жизнь есть и во свете библии самое ценное это вопросы 4124 и тут по ответам разбито по ответам я последнее время брал букву война на букву в война тут можно сегодня тоже вытащить вопрос ответить вопрос 1567 6 том открытым оком не пойму почему вы считаете свое мнение всегда правильным как бы говорить истину в последней инстанции это мне там студенты кто преподаватель в университетах я в пяти вел занятия или школах учителя три радиопрограмма была не могу сказать но считаю точно как написано разве святые так делали меня особенно тревожит то что вы говорите о защите родины что христиане даже только молиться а сами не должны поражать врагов отечества как же так и о сергии радонежском а его благословение димитрия донского столько писали что это было началом освобождения руси от монгольского ига даже монахи пошли воевать ваше убеждение вы его сами себе добыли или где-то вы считали что этим событием в русской истории если другое объяснение иная трактовка не посчитайте за труд назовите хотя бы авторов где это можно прочитать ответ если бы я отвечал своими вымыслами или ученостью которые у меня к счастью как раз и нет тогда бы эти вопросы перерасспросы могли бы завалить меня тут же но я даю вам ответ опираясь на священное писание которое называется словом божьим святой библии а и на каноны церкви и на житья святых отцов православной церкви сам дух нового завета дух любви мира вот гарантия верности слышанного вами почему этот глухой уропа на меня всегда скрытен и сколько не прошу выставить хотя бы какие-то достойные возражения но не звука со всего мира хотя я о том прошу и по интернету и выставлены все мои книги пишу каждый год послание всем архиереям стране и за рубежом это же несколько сот адресов так пишу и в монастыре известным пастырем но и они только ропщут на меня сказать не могут во свете библии обвинения дайте вот мощи 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 вся мощь мощах по свете библии покажите где указано что мощи надо резать заворачивать в материю будут антиминсом называться мощевики кресты где когда написано в прах и в прах возвратишься нетление чудо считает кто сказал когда в прах возвратишься у греков правильно делают если он нетленный лежит значит что-то непорядок до трех раз проверка да и в море но они только ропщут на меня сказать не могут недовольны все кто считает мои книги но и все очень благодарны недовольны чем-то затрагивать картина такая когда считает православный епископ то он говорит вот тут вы говорите про сектантов мило любо послушать такие неотразимые доводы это мне пишут епископы а вот здесь опять святых поминаете опять священство ругаете это же вредно церкви кавычки закрыты разъяснил ему что знать свои болячки язвы много полезнее чем пускать дым кодильный то вот баптисты считают и ропщут на те места которые православные деятели похваляют а довольны любо мило им когда говорю о том что пастыри стали наемниками не учат народ а у например проповедь на первом месте это им елея на душу сектантскую но разъяснили этим что они без священства не церковь но им есть выход задумались примолкли и так каждый когда я приезжаю в новосибирск по вызову то директор школы делает так избирает большой класс и в него стаскивают стулья и набивается класса 3 даже 4 и там я урок провожу а через коридор другие четыре класса уже готовятся и туда перехожу и так в течение недели охватываю всю школу иногда часов по 8-10 в день провожу в школе иногда с директором ведем уроки показательные на два голоса а вот по учебнику осы и дети тургенева к примеру а я все это тут же вместе стоим за столом согласно писанию чудо как слушают дети и вот завуч и говорит я вот хожу за вами в каждый класс ознакомительные уроки вы делаете сразу урок 1 вы проводите везде по разному нигде нет повторов а как это возможно это же вступление вступление то везде одинаково и при том я вижу что это именно вступление и так везде разное а если было бы еще класса 50 то и туда с иным материалом пришли бы отвечая что слово божие бездонна и бездна великое например вошел я в класс повернул голову а там хуждожественный зал висят картины тайный вечер леонардо да вич и в рубле демон урок будет основан по этим картинам и она еще заметила что когда бы я не начал говорить то всегда ругаю учителей к этому и рассказ сей-то хочет каждый умереть без покаяния потому так болезненно реагирует на любое даже теневое замещание в свой адрес как истинно старообрядец беспокаянный а нужно было бы наоборот ловить где и что будет высвечено в моем закутке и зато поблагодарить а нет попы много говорят о покаянии они так привыкли других исповедовать а тут их зовут покаянию и к исповеди перед народом своих грехов а они это ох как не любят священник это самая нераскаянная часть в народе самое закоренелое в страшных грехах своих таких случаев когда священники бы вот так и вышли перед народом и попросили у него прощения за все свои преступления упущения своей жизни было только два в моей жизни отец леонид грошев игумен и священник отец владимир святков в городе фрунзи теперь они другом месте вышли перед народом и покаялись священство это самая нераскаянная мафия самые нераскаянные разбойники это их планета есть а кто это так говорит писание говорит об этом писание прямо говорит даже патриарх алексей второй говорит какие бандитов на принимали в церкви есть такая книга выпущена в париже и как будто еще и неизданная в россии подписано петром ивановым тайны святых вот из нее несколько отрывков по этой теме о войне мне это близко было и есть и я ее насчитал и распространил озвучание на 25 часов как размер нового завета в кубичке открыты кавычки куликовская битва считается величайшим событием всей русской истории и в этом событии как бы тонет все происходившие в те времена и жизнь и деятельность и людей получает оценку с высоты победы на куликовом поле история ключевский резюмировал это общее мнение в своем очерке о сергии радонежском так народ русский погибал от недоверия к своим силам от унижения своего перед татарами и вот куликовская битва неизмеримо подняла его дух дала ему крепость вернула способность бороться за развитие своего государства после этого россия быстрыми шагами идет к высшему существованию могуществу одним словом куликовская битва имеет великое нравственное значение главная заслуга ее сергия как святого состоит в том что он как бы подготовил вдохнул силы в русский народ чтобы тот решился на битву и благословил димитрия донского и тем обеспечил ему победу кавычки закрыты интересно отметить что это свое слово о святом сергии ключевский впервые произнес на торжественном собрании московской духовной академии и с тех пор церковные писатели подобострастно цитирует его когда пишут о святом сергии вот жесточайший материалистический взгляд на жизнь христианского народа нет ничего более обидного для церкви христовой как житие ее великого святого посланника христа в свою церковь стилизовать под какое-либо мирское событие в особенности под битву рассуждение духовно будет обратно материалистическому никакая битва не имеет в христианском обществе нравственного значения и никогда святые не принимают ни малейшего участия не в подготовке победы и не отвечают за поражение это зависит от физических сил государства и от его судьбы напротив молитвы святых во времена божьим делам благоприятное то есть при склонности христианского народа к доброте всегда рассеивают грозные тучи так что никакая битва даже и невозможно благословение святого сергия придает совсем не тот смысл который она имела также извращено отправление на битву иноков пересвета и ослябе будто бы святым сергием духовный человек не мог послать сражаться физически тех которые дали обет бороться с врагами только духовно дело конечно было так у бывших воинов возгорело сердце при виде воинственно брецающих оружием княжеских людей собравшихся на битву и они вожелали следовать за князем и так как свобода ни от кого не отнята то они исполнили что хотели раболепие московских историков перед всем что по их мнению способствует возрастанию мощи государства стилизовала это событие как им нравилось оно не было благословением на битву такое выражение даже непонятно с духовной стороны просто святой сергий не отказался благословить димитрия по его просьбе перед трудным походом и все святые не отказывают в подобных случаях своем благословении святой сергий сергий ободрил димитрия как всякого который подвергается смертельной опасности он молился о сражающихся но так молятся все христиане за братьев трудные мучительны для них времена однако благословение совсем не то что предсказание и ничего общего с ним не имеет печорском монастыре дважды в разное время благословляли князей перед битвой с половцами и оба раза святые предсказывали князьям поражение изяславу с братьями в 1068 при реке альте дали святополку изяслава еще и владимиру мономаху в 1094 при реке стугни предсказание не есть обещание даровать или вымолить победу предсказание есть только видение судьбы данного человека или всего народа похвальба так называемыми великими победами в русской истории приучила нас смотреть чрезвычайно односторонне на куликовскую битвы и на причастность к ней святого сергия с его благословением если беспреспрасно изобразить условия при которых произошло благословение и затем картину самой битвы то увидим нечто скорби достойная а не радостная прежде чем выяснить условия при которых произошло благословения, отметим, что положение России во времена Донского было благоприятное. Татарская орда разлагалась. Достаточно прочитать, как ханы свергали друг друга. Действовал яд. Сыновья убивали отцов, чтобы в этом убедиться. Напротив, Москва давно уже стала богатеть и усиливаться. Неверно, что русские, как прежде, трепетали перед татарами. Они уже научились одерживать победы. Так, за два года до Куликова татары потерпели большое поражение от русских при реке Божия. Историк Сергей Соловьев говорит, от страха перед татарами русский народ начал отвыкать со времен Калиты, когда прекратились, благодаря миролюбивой политике Калиты, их нашествие и опустошение. Возмужало целое поколение, которому чушь был трепет отцов перед именем татарским. И сам Дмитрий вырос в неповиновении хану. Дмитрий Донской является перед походом в обитель святого Сергия. Для чего, спросим мы. К святым, имеющим духа святого, приходят перед важными решениями советоваться, чтобы их выслушать и поступить, как они скажут. «Вам должно нас слушаться», — сказал в свое время святой Феодосий Печерский, князю Феодосий Печерский. «Ведь если у святых спрашивают о каком-нибудь деле, то через них отвечает Дух Святой, Божие промышление о данном положении вещей». И вот что же мы наблюдаем? Дмитрий Донской торопится. Он с трудом соглашается отстоять обеднюю и отказывается после обедния идти в трапезную, откушать, чтобы потом поговорить со святым Сергием. Он очень волнуется. Велеречиво говорит подобострастный церковный историк в оправдание самодержцу. Гонцы один за другим приносят ему известие о приближении Мамая. Придя в обитель за советом, у Духа Святого можно было бы гонцам приказать малое время обождать у ограды. Святому Сергию приходится убеждать князя не торопиться. Невольно возникает сомнение, не пришел ли князь уже с готовым решением, во что бы то ни стало принять битву. А Святому Сергию, как молитвеннику, у каждого свое занятие, надлежит только помолиться и благословить. Вот кто-то собрался. Я на путь благословляю. Если бы известен был путь, с чем закончится. Священник говорит, ездить не надо. Это неблагоприятно. Ну что бы, послушался? Да нет, у нас билеты купленные мы заказали. Билеты купленные, нас там ждут. И все твое благословение, говорится, пошло куда-то. Это невольно напоминает будущих воинственных христолюбцев. И главное, так называют христолюбцы. Самого себя христолюбцы. До того удивительно это мне. Ты знай, служи молебен на победу-то. Не твое дело рассуждать о делах воинских, государственных. Но здесь еще не последующие покорные не Духу Святому, а земным владыкам подобострастные или напротив забитые и безмолвствующие священнослужители. Здесь великий святой, посланник Христа. У него достаточно силы убедить нетерпеливого воина, если он уже сам пришел, высушить некоторые святые слова. И вот что сказал Дух Святой Устами Великого Святому Донскому. Сражение, если оно будет допущено, явится небывалым покровопролитию. Не лучший ли, то есть вежливость Духа Святого, не приказание, даже не настойчивый совет, а ласковое убеждение. Покорностью и дание умиротворить татар. Прежний господинь, пойди к ним с правдой и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. Дмитрий молчит. И тогда святой Сергий снова начинает говорить, делает как бы намек, ведь и Василий Великий утолил дарами нечестивого царя Ильяна, и Господь презрел на смирение Василия, не изложил Ильяна, но не внемлит Донской. И святой Сергий говорит уже открыто, враги хотят от нас чести и злата, дадим им, отдай им, господин, честь и злата, и Бог не попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их гордость. Интересно, почему сегодня нигде этого неизвестно? Такие важные слова, и все это по событиям, и могло так быть бы. Нет. Вот какова была беседа святого Сергия с князем Дмитрием. Если историк имеет хотя бы малейшее представление, что такое христианство, кто есть Дух Святой, и кто посланник Божий, святой в Церкви Христовой, он обязан сделать правильный, правдивый вывод. Господь устами святой Сергий просил земного владыку не проливать человеческую кровь понапрасну, а положиться на волю Божию, отдав честь и золото мамаю. И при этом Господь обещал... Вот действенные предсказания. Но уже не судьбы, а великой награды за послушание Слову Духа Святого. Полное сокрушение силы татарской. Как? Конечно, чудом Божьих судов. И вот что необходимо еще принять к сведению. То, что советовал святой Сергий Донскому, вполне соответствовало завету предков. Князя Дмитрия и Александра Невски, его прапрадед и его дед. Иоанн Калита копили силу, не растрачивали ее, жалели жизни христианские, в опасных случаях, предпочитали платить не жизнями, а деньгами. Но не только предки, но и потомки Донского поступали так же. Василий, сын Дмитрия, одержал бескровную победу над несметными площищами Тамерлана. Но если это последнюю, как мы показали в 13 главе, можно назвать чудом Божьим, то бескровное поражение Ахмата, царя Ордынского по равнукам Дмитрия Иоанном Третьим, следует приписывать исключительно выдержки этого государя. Зная, как все требовали от него кровопролития, например, жестокое послание к Иоанну Третьим архиепископом Ростовского Вастиана изумляет святое хладнокровие этого князя. Дмитрий не послушался совета Божия. И таким образом вступил на путь судьбы, подвергая действию судьбы и государства. За которые он ответственен. Истинный христианин, то есть руководимый Духом Святым, имеет, как зрячий, путем Божьим идет, как зрячий. Христианин, не желающий послушания, подобно язычникам, увлекается слепой судьбой. Судьба бывает счастливая и несчастная. И характерной особенностью жизни по судьбе является участие в ней несчастных или счастливых случайностей, игры стихий. Житие сохранило нам важную подробность. Когда святой Сергий говорит слова Божии, призывает Дмитрия к смирению, возвещает великую милость за это смирение и изложение врага, то Житие не упоминает, каким голосом было произнесено это увещание. Очевидно, простым всем слышимым. Но когда Дмитрий прощается со святым Сергием, предпочитая свою волю, а не Божию, святой Сергий вдруг наклоняется к нему и шепчет «Ты победишь!» Шепотом передаются слова стыдные, которые неприятно говорить вслух. В чем же здесь дело? Святой Сергий, конечно, имеет дар ведения судеб людских. По любви к ближнему он сообщает и Дмитрию, и его судьбу. Но в сравнении с только что возвещенной волей Божией, это дело личное, жалкое и произносится от того шепотом. И вот на поле Куликовском сбывается это шепотом предсказанная победа. Но какой страшной ценой и поистине вследствие счастливой случайности игры стихий! Об этом сообщают все учебники истории. Происходит разговор между двумя начальниками засадного полка. Разговор потрясающий. Молодой князь Владимир в отчаянии, сидя за битвой, говорит воеводе Волынскому «Смотри, смотри, все христианские полки лежат мертвыми. Почему мы стоим?» Но опытный воин предвидит возможность поражения из засадного полка. Он надеется, что ветер переменится и перестанет дуть в лицо русским. И ветер меняется. Русские одержали победу блистательную. Когда сошли живых, то оказалось, что их 40 тысяч, а было 400. То есть 360 тысяч, 9 десятых, пали. Тогда ведь не сотнями миллионов исчисляли население, это и даже не десятками. Страшно оскудела русская земля. Великую отечественную войну в эту. То есть 4,5 миллиона в первые месяцы в плен пошли. А кто? Те, которые одерживали победу над кем-то. А где они до этого одерживали победу? Раскулачивали. Священников изгоняли, убивали, разрушали. Вот кто пошел под топор. И теперь они там могли задуматься. Это невинное ни в чем. Да рассматривать не ту сторону. Ну правильно, неподготовленное. Сталин готовился напасть на две недели позже. Передержал. Гитлер раньше напал. Это объяснимо. Более мощная победила, более слабую. Да, но причина-то была не в этом. Причина даже ни в чем другом, как только в грехе. Грех отвратил заботу, лик создателя. А золото, которое не хотело отдать Донской, пришлось в течение пяти лет все отдать татарам. Ибо пять лет хан Тахтамыш грабил, уничтожал беззащитную страну. Помимо непослушания святым, Куликовская битва была в государственном и воинском смысле ненужной жертвой. И без нее, как было сказано, Россия справилась с татарами. Эта битва была неосторожностью, или вернее удальством игрой крови в Димитрии древних викингов, его предков. Полтора ста лет перед тем удальство Мстислава Удалова в роковой битве при Калке кончилось ужасным поражением русских. Судьба московского государства была счастливее судьбы Киевской Руси. И удальство Димитрия принесло ему великую славу на многие столетия и кажущуюся славу Москве. Но все царствование Димитрия было великим поражением святых на Руси. И только в момент смерти блеснул благодатный луч. Об этом позднее. Не победы на Куликовском поле знаменуются временами и изображаемые, а вот именно теми событиями, которые тогда тогдашние люди называли церковной смутой. С точки зрения житейской, материалистической, государственной, события эти ничтожны и не имеют никаких последствий, ибо у кого из князей не было фаворитов, позволявших себе беззаконие. Все это не мешало государству богатеть и усиливаться даже духовно, в противоположную сторону святости, развиваться. Вот я тут буду сейчас просто проводить, тут у меня много времени уходит на чтение, вот считайте здесь и задержитесь. Тормозите и считайте, очень интересно, дочитайте до конца. Я не могу здесь этого сделать, потому что, кажется, в степи нахожусь. У меня деньги последние утекают. Просто каждый раз тормозните, просчитайте и тогда дальше. Я не могу здесь уже никак считать. Стихотворение. 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 Видно. Стихотворение. 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 Ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Пчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Пчатся бесы, рой за роем, в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Александр Сергеевич Пушкин. Вот, сегодня мы этим заканчиваем.